Денис, витаем вас с перемогой. В какой она вышла сегодня? Спасибо. Ну, тяжелая игра была, конечно. Очень хорошо, что первый гол забили быстрый. А вот контролировали первый тайм полностью, я считаю, ход игры контролировали. И во втором тайме в начале там Полесье нас прижало к своим воротам. Но опять же, все шло по нашему сценарию, там никаких опасных моментов особо не было. Ну и наш джокер Клим, конечно, вышел, забил гол второй, нам это добавило уверенности. И опять все шло по нашему сценарию, как мы и хотели. Полесье пропустило майже месяц через коронавирус. Вычувалась эта разница в физических кондициях между командами? Мне это вообще, нас не интересует, кто там сколько что пропустил. Полесье нас встретило хорошо, дали нам спущенные мячи на разминку перед игрой. А вот вчера нас завезли там в дома какие-то, мы пешком шли километр еще, чтобы потренироваться. Поэтому, ну мы им отплатили на поле, как бы, и все, показали, как надо играть. Тобто ця принциповость игры, вот так, она вычувалась еще вчера, да? И на поле так же сегодня. Ну я не скажу, что они там как-то нас зацепили этим, но мы поняли, что ну хорошо, так нас встречаете, окей, не вопрос. Мы подберем пути другие чуть-чуть, чтобы обыграть их. Развягали на заходок керемництва, про что говорили? Поздравили нас с победой, пообещали бонусы, поэтому приятно, когда так заходят. Забили два мяча, выиграли. Комментировать много нечего. Как же можно назвать Джокером, а как же в другий матч в порядке выходишь и забываешь важливый мяч? Не знаю, я не могу себя назвать Джокером, пусть другие называют, кто хоть хотят. Колись, это принциповый спеллинг был для нас, игра выпадала очевидно, а что нет? Ну, в принципе, да. Была тяжелая такая борьба, без явных голевых моментов, поэтому, да, на играх. Да.